Транспортеры переднего края ТПК предназначены для эвакуации раненых и подвоза боеприпасов прямо в окопы. Опытный образец на Ми-049 с мотоциклетным мотором Ирбитского завода появился в конце 50-х. Поиск методики применения ТПК иногда приводил к абсурду. Для обеспечения скрытности водитель полз рядом с машиной, придерживаясь за откинутый руль. Преодолев болезни роста, ТПК попал на конвейер Луцкого автозавода и получил марку Луаз-967. В нем использовались узлы и агрегаты от Горбатого, а затем Ушастого Запорожца. Поразительная вносливость и проходимость транспортеров подтвердились в экстремальных пробегах, организованных НИИ-21. Пески, каменистые распадки, солончаки, овраги, реки и озера не останавливали Луазы. Как правило, даже не приходилось подключать задний мост, хватало лишь одного переднего. Конечно, о каком-то комфорте экипажа говорить не приходилось. Но ведь эти машины не предназначались для туристических круизов. Хотя сгонять на них порыбачить – самое милое дело. Для преодоления рвов служили съемные аппарели. А водоходность транспортеру обеспечивал герметичный кузов. Раненых бойцов эвакуировали при помощи специальной системы – лебедки и металлического ложемента. Двух пострадавших поочередно подтягивали к машине, грузили на борт и затем отвозили в тыл. В спокойной обстановке вот таким образом. А если над головой свистели пули, Луас-967 был готов и к этому, но после небольшой доработки. Курсанты Рязанского военного автомобильного института помогли нам реставрировать этот процесс. По бортам транспортера крепилась пара носилок. Водитель опускал лобовое стекло и рулевую колонку, затем откидывался на спину. Теперь высота машины не превышала одного метра. Вот только дотянуться до педалей и рычагов в таком положении было крайне сложно. Странное дело, ведь запорожский автозавод «Коммунар» к тому времени серийно выпускал инвалидки с ручным управлением. Удивительно, что в Луцке не воспользовались наработками смежников. Развитием темы ТПК стал трехосный дизельный геолог. Это название не имело никакого отношения к бородатым разведчикам недр. Просто условное название — армейский шифр. Геолог предположительно служил средством доставки носимого ПЗРК «Игла». Гонял по бездорожью так, что у шофера головной убор слетал. Но до серии не дошел. Видимо, не попал в армейский типаж. А модернизированные Луазы 967 оставались в строю более 20 лет, после чего были переданы на консервацию. Транспортер переднего края Луаз-967. Года выпуска 1975-1991. Число мест — 3. Мощность двигателя — 27, позднее 37 лошадиных сил. Максимальная скорость. На суше — 75 км в час. На воде — 3 км в час. Количество экземпляров — около 20 тысяч. КОНЕЦ КОНЕЦ